Во второй части нашей рубрики 200 ПТС в час, как и обещал, я расскажу общие принципы построения меты в игре и как вам стоит на нее реагировать. Сперва нужно понять, почему в Overwatch есть понятие меты. А все очень просто. Overwatch это шутер с элементами моба, а по большому счету все знают понятие метагейма с игр наподобие доты и лоу. Так что же такое метагейм? Выражаясь простым языком, профессиональный метагейм это набор привычек в стадии пика в профессиональных играх. Обычно он берет начало из субъективного восприятия игроками силы или полезности героев после патча относительно друг друга. Взять ту же Ануамари. После ее добавления в игру прошел месяц, а то и два, а также несколько баф-патчей для нее прежде, чем она показала свою силу. Ее огромный хпс, в скобочках, хил в секунду, позволял выхиливать цели настолько быстро, что это могло показаться весьма сильным для одного героя поддержки. А нано-буст дававший прирост к скорости и урону был едва ли не имбовым для некоторых героев, например Рейнхарта, Гензи и Риппера. Именно они были первоочередными целями для буста. И соло выпиливали под бустом подчас всю команду противника, не оставляя шансы врагу. Время шло, выходили патчи и вот уже на текущий момент Анна как герой все такой же сильный саппорт, но гораздо слабее благодаря нерфам исцеляющей гранаты и бафа на увеличении хила этой способности. А также отсутствию бафа на скорость во времена на буста. Это свело на нет, используемая буста для Риппера и Риппер вообще выпал из меты, так как банально не может подойти к противнику. А Ротхок в свое время имеет потенциал притянуть к себе противника и расправиться с ним так же быстро, как и жнец. Это и есть наглядный пример построения меты. Игроки сами анализируют, какие персонажи способны привести их к победе с минимальными условиями для реализации и от этого строят свою мету. Отбросим профессиональный подход и возьмем во внимание так называемую паб-мету. Она максимально похожа по пикам на профессиональную, но есть и кардинальные отличия. Основным конечно является вменяемый контрпик противника, который не влечет за собой проседание команды по параметрам урона, защиты или хила. Запомните, в игре нет 100% пиков, даже самые сильные в этих патчах герои могут быть контрпикнуты и вы не сможете реализовать и толики его потенциала. Вспоминая все того же Шадоуберна, он говорил такую фразу, главное вовремя контрпикнуть. Для этого разберем пример. Мы играем в атаки на Роадхоге, наша команда всегда будет рада нашим соло киллам, в отличие от эннами. И они берут зарю, чтобы в случае успешного хука дать щит на союзника и возможно убить самого хога. Это яркий пример контрпика, таких примеров множество и так как игра очень ситуативна, вы должны быть готовы подстроиться под нее. Нельзя инстапикать даже самых сильных героев. Гензи просто не способен убить за ульт трех танков, зато солдат способен их так скажем размять, помогая саму Гензи. Но солдата может и не быть, а значит Гензи становится обузой для команды. Важно быстро понимать, когда вы становитесь этой самой обузой и стараться это исправить, так как механика игры такова, что выиграть равного по силе противника, имея персонажа с нулевым импактом для команды практически нереально. Цитируя Сунь Цзы, Искусство войны, Кто еще до сражения побеждает предварительным расчетом, у того шансов много, кто еще до сражения не побеждает расчетом, у того шансов мало. Вроде как логично, но он философ, ему виднее. По умолчанию каждый кто смотрит это видео желает победить любой ценой, а значит нужно принять правило и вступить в игру. Мы же изначально еще и за красивую игру, а главное мы нацелены на победу, поэтому сомнения прочь и скорее на форум изучать последние патчи и таблицы пикрейтов. Сейчас я расскажу, чем вы должны руководствоваться при начальных пиках во время подготовки. Главное, что стоит понимать, цель превыше всего. Если ваш мейн персонаж это например Гензи, но уже пикнули солдата и вдову, ваш пик Гензи лишь ослабит команду, несмотря на то, какой вы сами по себе очень сильный игрок. Просто исходя из начального анализа пика, вы скорее всего оставите команду в неравной битве 4 на 6, так как ваш снайпер тоже не будет принимать непосредственного участия в битве, подгадывая момент, чтобы убить одним выстрелом соперника, или просто нанести ему урон, когда он выглянет из-за щита. А вы в свою очередь будете охотиться за саппортами врага, ожидая когда они отвлекутся на хил союзника. Но вот незадача, ваши союзники из-за серьезного недобора в боевых единицах попросту не могут что-то противопоставить врагу. Как итог, никто из-за щита не выглядывает, хилить сильно не нужно и ваши два фланкера просто прожигают время. На этом закончим сегодняшний выпуск 200 ПТС в час, тут попрошу подписаться, хочу хотя бы кастомную ссылку на канал, а то как блять бомж. До встречи в новых выпусках этой рубрики.